Может ли чеснок быть альтернативой сразу трем препаратам, которые используются для лечения сердечно-сосудистой системы? Во-первых, это статины, препараты, которые призваны снизить уровень плохого холестерина. Во-вторых, это препараты, снижающие уровень артериального давления. И в-третьих, это препараты, уменьшающие вероятность тромбообразования, то есть дезагреганты. Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания, вы это знаете, являются причиной смертности номер один в мире. И, естественно, усилия врачей и обычных людей направлены либо на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, либо на снижение вероятности осложнений, если эти заболевания уже есть. Но используемые препараты являются, в принципе, источником сопротивления, потому что против статинов у некоторых людей есть предубеждение. Против приема препаратов, снижающих артериальное давление, тоже есть некоторые сомнения. Некоторые люди испытывают действительно проблемы от них. Например, антигипертензивные препараты могут снизить потенцию. Ну и, наконец, препараты, снижающие вероятность тромбообразования, могут, наоборот, вызвать кровотечение. Кроме того, все эти препараты не бесплатны. Поэтому люди, естественно, заинтересованы в более естественных, безопасных и, желательно, дешевых средствах, которые могли бы заменить все эти препараты. И это средство вроде бы есть. Это обычный чеснок. В экспериментах на животных была установлена способность чеснока снижать уровень плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, уменьшать окисление плохого холестерина. А окисленные липопротеины низкой плотности являются причиной образования атеросклеротических бляшек, которые потом ведут к катастрофическим последствиям. Также было замечено, что чеснок способен понижать уровень триглицеридов. То есть это другие липиды крови, которые также способствуют образованию бляшек и тяжелым сердечно-сосудистым осложнениям. Кроме этого, было отмечено, что чеснок может улучшать функцию эндотелия, то есть внутренней выстилки сосудов. И эндотелий при этом повлечет за собой расслабление сосудистой стенки и снижение артериального давления. Ну и также было показано, что чеснок способен быть дезагрегантом для тромбоцитов, то есть уменьшать их способность к слепанию и активации, то есть выступать в принципе альтернативой аспирину. Эти свойства чеснока в основном приписывают двум главным веществам, которые содержат большое количество серы. Это олиин и глутаминцистеин. Олиин содержится в количестве 1,8% от массы сырого чеснока. Олиин сам по себе не имеет запаха и не имеют никаких раздражающих свойств. Но стоит только порезать или помять дольку чеснока, сразу же вступает в действие фермент, который называется алииназа. И алииназа переводит олиин в олицин. Олицин это уже вещество, которое мы все превосходно знаем. Мы чувствуем его запах и мы чувствуем его вкус. Применяют чеснок либо в сыром виде, либо в виде порошка, либо в виде водного экстракта, либо в виде спиртового экстракта, который получают в течение 20 месяцев, либо в виде чесночного масла. В принципе, все формы от сырого чеснока до чесночного масла имеют в своем составе серосодержащие компоненты, которые и являются главными действующими веществами чеснока. Также сейчас доступен и олицин, который просто продается в капсулах. Средний зубчик чеснока весит от 5 до 10 граммов. И порошок, который получается из этого зубчика, занимает одну восьмую чайной ложки. И этот порошок и этот зубчик содержат приблизительно 180 миллиграммов олиина. Ну или олицина, если он будет ферментирован. Но все это теория, а у нас практика критерий истины. И поэтому я нашел обзорную статью, в которой были освещены исследования с 1990 по 2012 год. То есть это 22 года исследований с различными видами чеснока. От сырого чеснока до чесночного экстракта, спиртового чесночного масла, чесночного порошка и так далее. Но в среднем все эти исследования были проведены с дозой, которая составляла около 10 грамм чеснока в день. И естественно были исследования в отношении влияния на липидный профиль, то есть на снижение холестерина. Исследования, выясняющие влияние чеснока на артериальное давление. И исследования, которые выявляли влияние чеснока на способность к тромбообразованию. В большинстве исследований, которые были посвящены влиянию чеснока на уровень триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, было выяснено, что применение чеснока в среднем на 10% снижает уровень плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, немножечко снижает уровень триглицеридов и немножечко повышает уровень липопротеинов высокой плотности. То есть большинство исследований показало, что применение чеснока может незначительно улучшить липидный профиль крови. В отношении действия на артериальное давление были очень противоречивые показатели. Некоторые исследования обнаруживали действительно хороший эффект от применения чеснока, якобы сравнимый с приемом бета-адреноблокаторов, но другие исследования вообще не показывали никакого влияния. Поэтому суммируя все эти исследования, можно сказать, что никакого действия значимого чеснок пока что не оказал в экспериментах на артериальное давление. Ну и наконец, в отношении способности чеснока уменьшать тромбообразование тоже не было никаких получено данных, которые бы приводили к какому-нибудь нас заключению. Таким образом, вот из этих трех утверждений про чеснок